Это что еще за фрукт? Да, ананас, да, точно. Манга. Манга, да, да, точно. Сколько стоит? Арбузы, это лотерея. Экзотическая ассорти. Это вкусно, это немного как какао. Выращено с любовью. Все держится на труженике фила. Плоды на зависть. Это свежайший орех. Чем удивляет белорусская гладь? Ммм, очень вкусно, сладкий очень. Где таится эксклюзивное семя? У меня было до 31 сока. Фруктово-ягодный фурор. Присутствуют немножко клубничные оттенки вкуса, да? Да, да, да. Смотрите прямо сейчас. О, ха-ха! И какой звон, видите? Ой-ой-ой. Это что? Треснул. Ммм, очень вкусно, сладкий, очень вкусно. О, ведь. Это спорт. Это... Это не... Попыше. Да. Я думаю, что это апгрейс, а то нет. Экзотический отрыв. Белорусские аграрии год за годом на передовой экспериментом. Под покровительством климатических изменений апгрейд правит балом в каждом уголке синёкой. И в промышленных масштабах, и на арене старта созревают фрукты и овощи доселе неизвестные соотечественникам. Ведущие белых роз оценят ноу-хау на вкус. Новый игрок. Китаянка Дзин Вэй бойко ступает на тропическую стезю. Первая на дегустацию – эти белорусские красавцы. Разобраться в сладком вопросе поможет гуру по выращиванию арбузов Владимир Крапивка. В полосатом бизнесе фермер уже под два десятка лет. Покажите, пожалуйста, как правильно выбирать арбуз? Очень просто. Самый лучший арбуз будет, вот видите, вот эти вот поражения. Это показывает, что он уже спелый, сладкий, жёлтое пятно. Пусть глядите, какая он попка хорошая. И какой звук, видите, малиновый звук. Он спелый, хороший арбуз. Это для меня? Спасибо! Глаз-алмаз. Среди зелёной россыпи гигантских бусин удается отыскать реальный клад. Вес такой ягодки – под 20 кило. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Она большая у вас! Это тебе, сын. Это тоже? Тоже тебе! Спасибо большое! В ассортименте сортов и топ-ган, и мулат, и сахарный малыш. Идеальные варианты для белорусского климата. У меня было до 31 сорта. В этом году 7. На пьедестале романза. По-царски занимает 70% целого поля. Продукция, которая выращивается в Белоруссии, она более полезна белорусам, чем та, которая привезена. Какая почва лучше для арбузов? Для арбузов должна быть богатая почва. Первое, что тяжёлый суглинок. Земля – надежда. Среди прочих критериев – минимальная кислотность, не выше 6,5, высокое содержание питательных элементов. В этом году с гектара выходит до 60 тонн сахарных мечей. Арбузы – это лотерея. Никогда не знаешь, какую урожайность ты получишь. Либо 10 тонн, либо 100. Потому что самое главное для арбуза – набрать сумму активных температур. Это всё, что суммируется, всё, что выше 10 градусов. И тогда они уже зрелые, готовые. Арбуз имеет такое свойство. Он же ксерофит. Он же даже влагу берёт воздух, поэтому держится, питается. Ему главное, чтобы не было низких температур. Вот это для него страшно. И перепад температур. Правда, деревья корт-кормит. Ну, а кто ж его кормить будет, как не деревня? Всё держится на труженике села. Без обещанной дегустации китайскую гостью не отпускают. Полосатый красавец так и трещит по швам под натиском ножа. Ой-ой-ой. Это что? Треснул. Наспелый. Это белорусский крыжовник. От белорусского народа к китайскому народу. Ха-ха-ха. Очень вкусно. Славный, очень. Занимается арбузом в южных районах. Мы никому не конкурент. Ни они, ни мы. Главные конкуренты – это те, которые привозят с юга арбузы. Но могу вам сказать. По качеству арбузов. Ну, нет, нигде контроля лучшего, конечно, чем в Беларуси. А вот, здесь и качество появляется, здесь халява не пройдёт. Первый раз видела, что какая белорусская арбуз. Очень хорошая. Попробовала. Меня научила, как правильно выбирать арбуз. Жён дает кусочек. И вот. Ещё нужно постучать и послушать. Ну вот. Крепкий орешек. Алексей Мартинкевич – владелец первого и самого крупного в Беларуси фундукового сада. Его площадь – 75 гектаров. Есть куда стремиться, потому что у нас ещё есть земля. 300 гектаров земли. Мы её тоже планируем осваивать постепенно. Плодоносить пышные кроны начинают уже на второй год. Среди топовых сортов – каталонский, барселонский, косфорт. Перекросно пыляемое растение, поэтому высаживается несколько сортов. Фундук – культура, как считают итальянцы, для ленивых бизнес. Она точно не сложнее, чем, к примеру, плодовая культура яблони или груши, а даже легче. Райское раздолье. Вязовецкий сад устилает просторы только шестой год. Для культуры долгожителя, готовой красоваться больше века, это только начало пути. Сейчас с одного дерева получают до 700 грамм ореха. На пике цифры достигнут 8 кило. Это свежайший орех. Ну как? Ну да, хорошо. На самом деле, весь орех, который приводится к нам импортный, он весь сухой, потому что в южных странах он, как правило, когда выпадает на землю, он высыхает. У нас уже температуры не очень высокие, и орех не успевает высыхать. Его, конечно, можно досушить, но есть возможность его попробовать в фреше, в свежем виде. Ореховая плантация приносит до 700 кило с гектара. Такая плодовитость – залог 30 тонн на финише сезона. Но планируем, конечно, выйти через годик 2, может быть, 3, на хорошую урожайность. И со всего сада мы думаем собирать 100, 150. Три орешка для африканца. Расколоть добычу Натан Тилофат норовит лично. Иностранцу, впрочем, удастся это едва ли. Аккуратненько так надо прочувствовать. Нормально ничего-то. Пальчиками его оттуда вот. Конечно, не получается. Просто разбирай этот орех, скорлупу отделяй. Вон. Как белочка. Да. Ну да, делай. Ну да, вкусно. Спелый орех, который зрелый, он выпадает сам с плюски. Вот таким образом он сам выпадет вот так. И он лежит на земле. Да, я понимаю. И люди… У нас пока ручной сбор, потому что сад молодой. Мы планируем закупать уборочную технику. Есть специальные комбайны, которые собирают механизированным образом, щетками. Целое раздолье. В саду на каждого работника приходится аж 10 гектаров. В помощь белорусские махины. Вот этот трактор у нас от таких их три. Окей. Вот он за собой прицепляет вот такие бочки. При помощи этих бочек мы проводим опрыскивания листовые, делаем подкормки и так далее. Вот эти единицы тоже не заменим. Это гербицидник, который позволяет тоже обрабатывать ряды. Культиваторы. Два в одном. Предприимчивый белорус не просто выращивает лакомые плоды, а активно продвигает фундуковую культуру. В этом помещении мы проводим обучающие семинары. В этом году на ореховый ликбез съехалось свыше сотни людей. Там у нас происходит дегустация, там собираются люди, пробуют орех. Здесь у нас, вот в этом месте, где мы сейчас стоим, у нас становятся скамеечки, люди здесь присаживаются. Ну а там уже на той стороне докладчики. Вот очень много фундука. И вот я забрал немного сегодня тоже. Это вкусно. Это немного как какао. Я никогда попробовал в магазине, никогда купил. Первый раз его, да. Думаем, конечно, и про экспорт. Ну и параллельно в этом году, в следующем году мы запускаем производство и разработки ореха. Там будет больше продукции, там будет и масло, и мука, и пасты разные. Там будут вот аналоги, а даже и лучше. Сломя голову, ведущий мчит к коллективу Скорбоночка. У юных дарований в закромах целое шоу для иностранца. Танцевальная феерия на сцене – плод кропотливых тренировок под чутким руководством педагога. У нас есть своя визитная карточка коллектива. Это танец наш, наша жемчужина. Дембровская кадриль. Мы вам можем показать, можем вас научить танцевать. Елена Алихвер мигом берет Натана Тилофата в оборот. От звездного часа ведущему, кажется, не отвертеться. Уже через пару минут африканец в хороводе как родной. Спустя пару кругов народного фитнеса африканец еле волочит ноги. Ну что, как оно? Получается замечательно. Вы очень способный ученик. Как вам наш танец? Хорошо. Это спорт. Это не… Спорт нечего. Да. Не думал, что это просто… Нет, это спорт. Это спорт. Это кардио. Это не как старшие люди, потому что это… Вот сегодня, на ней, на нос, на нос, дед, на доводь. Да, 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 да. Каждый третий Демброва является участником или являлся, наверное, больше, так сказать, правильно, участником этого коллектива. Потому что танец у нас передается из поколения в поколение. И даже на сегодняшний день в этом коллективе есть, что танцуют братья, сестра. Сразу после рекламы. Аромат чувствуете? Тропически фруктовый. Я думаю, что арбузы из вот как манго, но нет, арбузы вот это так. Все на разном вкусе. Срадки, кисро-срадки, немножко кисро. Коврад, что ты не продаешь. Я говорю, да это моя история, это моя жизнь. Поле экспериментов. Белорусы не первый год удивляют изобилием экзотического урожая. На одних плантациях бум орехов, на других звенит бахча. До рекламы Цинвэй сорвала полосатый куш. Это доля? Толя здесь. Спасибо большое. Очень вкусно. Натан Тилофат раскусил крепкий орешек. Аккуратненько так надо прочувствовать. Записался в ряды народников. Сказ вам наш танец. Хорошо. То ли еще будет. Очень вкусно. Срадки очень. Вот что дальше. Я хочу логолосы, рождастарного масты, где не выскочила, просто выскочила. Под сводами эксперимента. Это новая теплица Института плодоводства, уникальный бриллиант отечественных селекционеров. По бокам конструкцию обивает виноградная композиция. В центре красуются экзотические растения. У каждого чудо-ботаники капельный полив. Идея возникла непосредственно, ну и у меня в том числе, как обучающий момент посмотреть, как произрастают нетипичные для условий Беларуси культуры. Отбираем и акцентируем внимание на сортах. Те, которые более зимостойкие, которые смогут перезимовывать здесь, в открытом грунте. Фиолетовый герой. Только инжира на грядках 24 сорта. Некоторые уже балуют первым урожаем. В разных регионах, вот, к примеру, сорт это лимон, по французской селекции, американский сорт кадота, королевские белые. Инжир мы тоже выращивали в катках. Он, как и виноград, черенкуется легко, размножается черенком, древесневшим или зеленым. Восточный плод приживается здесь, как родной. Четыре сорта смело отправляются на дегустацию. Первым удивлять будет панаше. Ммм, очень вкусно. Сранки, очень. Ну, немножко клубника там. Нет? Похоже вкуса. На клубнику? Да, у этого сорта как раз присутствуют немножко клубничные оттенки вкуса. Да, да, да. Сранки очень. Ммм, очень вкусно. На очереди турецкий коричневый. Чуть-чуть кислый. Да, мне самая нравится, вот, маленькая. Маленький панаше, самый ароматный, самый клубничный вкус. Какой вам попозже нравится? Наверное, панаше будет один из самых вкусных. Да, да. Сладкий сахар. Пассифлора, в народе известная как маракуйя, тоже рвется покорить вкусовые рецепторы. Аромат чувствуете? Тропических фруктов. Здесь что-то напоминает и ананас, и манго. Да, ананас, да, точно. Он совмещает в себе вот множество вкусов экзотических, тропических. Наливаются краской здесь и гранат, и ремонтантная ежевика. Из экзотических растений у нас еще здесь высажена киви настоящие. Далее мы посадили персик. Мушмула германская крупноплодная. И необычная тоже для наших широт – это два сорта хурмы. И вот еще и интересных растений – джида или северный финик. В перспективе, да, может быть, какие-то культуры и получат прописку в наших условиях в Беларуси. Но суперэкзоты, которые из тропиков, естественно, только дачники или простые обыватели смогут выращивать. Или у себя в оранжереях каких-то, или в теплицах обычно. Король экзотики. Владимир Устинов жаждет похвастать и этими пышными гроздьями. Винограда здесь под 70 столовых сортов из разных уголков мира. У винограда, как ни у какой другой культуры, разные вкусы. Цитрин, то есть здесь медов. Низина тоже российский. Он для компотов хорош. Первый урожай в теплицах собирают уже в июле. Если в открытом грунте растения приносят в среднем 3 кило, здесь и сейчас стартовый вес от 10. То, что чаще всего на рынках продается, это тамские пальчики или кусайны. Очень ароматных и очень вкусных, со сложным вкусом кишмиш. Насыщенный ягодный вкус. Этот более сладкий, да? Да, более сладкий. Какие ягоды? Видите, бывают. Титул урожайного гиганта у антрацита. Грозди этого сорта достигают 40 сантиметров. Сколько этих ягод, насколько нагружен куст. Приходится наклоняться. Внимание, внимание! Виноград – культура, требующая заботы, ухода, трепета. На зиму укрыть, по весне подбежать. В период вегетации потребуется пронармировать, чтобы исключить перегруз грозди. И посынковать, чеканить, потом снять урожай. Урожай или скушать, или отправить на переработку, если это технические сорта. По осени, когда уже урожай собран, нужно произвести обрезку винограда. Мировая коллекция. Под открытым небом нежатся пять сотен сортов из 25 стран света. Богатство занимает полтора гектара угодий. Ароматный презент достается и ведущей. Это я первый раз приехала. Я очень рада приехала, что получила вот это мой подарок. Попробовала разный виноград. Все на разном вкусе. Сладкий, кислый-сладкий. Немножко кислый. Очень хорошо. Очень тянь. Очень вкусно. Пойдемте, пожалуйста. Я Чинвей. Вы смотрите белые розы. Гродненский зональный институт растениеводства – флагман экспериментов. В поле науки весь спектр культур. Естественно, чтобы мы были интересны, мы занимаемся, скажем так, экзотикой. Уже не первый год мы проводим эксперимент с бахчевыми культурами. У нас есть отдельное подразделение в нашем институте. Это сектор биотехнологии плодово-ягодных культур. И именно в этом секторе, в теплице, занимаемся вот именно этой продукцией. В этой комнате у нас начинается выращивание арбузов. На эти стеллажи мы выставляем коробочки с семенами для проращивания. Здесь они вырастают до определенной стадии. Проводится прививка. Проходит месяц, когда мы можем уже высадить рассаду в теплицу. Научный подход. Здесь в почете два сорта. Продолговатый овальный бедуин с тонкой кожурой и крупный топ-ган с более толстой. Это такие вот особенности сорта, которые видны визуально. А остальное уже по сахаристости, по спелости, по срокам созревания мы выбираем сорта, которые близки друг к другу. Наши арбузы тоже очень вкусные. Правильно вырастить, правильно полив организовать, правильно подкормки провести. И тогда арбузы будут на высшем уровне, на одной волне, астраханскими или зарубежными. Ранняя пташка. В тепличных условиях первые семена арбуза ныряют в почву уже в апреле. На открытом грунте лишь под конец мая. Тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Верные спутники богатого урожая – спонбонд, капельный полив. На улице это накрыл дугами, накрыл спонбондом. Начали зацветать, нужно открыть спонбонд, для того, чтобы пчёлы прилетели, опылили, появился плод. Здесь не нужно это укрыть, раскрыть, вот это вот постоянно не нужно. В теплице проще выращивать. После появления завязи ягоде достаточно 45-50 дней для созревания. Определить спелость поможет традиционный джентльменский набор. Сухой хвостик, жёлтое пятно, звонкое эхо на простукивание. Я читал в интернет, и я сам тоже видел в магазине, что вы белорусы, у вас два сорта для арбуза. У вас красный арбуз и жёлтый арбуз. Жёлтые арбузы сейчас находятся ещё только в сорте испытаний. И они сориентированы больше на северную часть Белоруссии. Посмотреть, как там они начнут расти. То есть, если они там будут расти, соответственно, мы сможем их выращивать у себя. И жёлтые, и остальные сорта красных. Я думал, что арбузы из вот как манго. Но нет, арбузы вот так, и надо забирать вот так. Но это интересно. У нас никто не учил раньше в Комго. Это первый раз. Это очень интересно. Полосатый рейс. Со сладкой добычей Натан Тилофат мчит в гости к семье Шилко. Фрэш арбузы. Я не купил в магазин. Из на плантации. Да, это... Щучинский красавец разлетается на ура. Ну да, сладкий. Повкусно отличается в магазине или нет. Слаще, наверное, будет. Вот. Этот арбуз будет слаще. Да, этот арбуз, наверное, слаще будет. В ответ на угощение – рум-тур по домашнему царству. Многодетной семье просторы позволяют разгуляться, как пожелает душа. А как вы получили? Вот купил или как? Мы стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Пришло наше время. Предложили изначально строить квартиру, но мы отказались, захотели дом. И начали строить свой дом. Конечно, с поддержкой государства. В комнате у Анастасии творческий взрыв по мотивам профессии мамы. Александра Шилко – ветеринарный врач. Дочери с пеленок прививает трепет к пушистым друзьям. О! Ха-ха! Хе-хе-хе! Командный дух. Сельский уклад городскому предпочитают здесь всей семьей. Каждый видит свои плюсы. Воздух свежее и как-то поспокойнее. Огородик небольшой. После работы пришел и пошел отдыхать, если погода позволяет. Вышел на приусадебный участок и отдыхаешь. И душой, и запахи, и все спокойное. Они живут на деревне, но они живут как в городе. Очень большой дом, ремонт новый, все это новое, все это чисто. Серьезно, это как если я живу в Минске. Бум красок. У Цзин Вэй в это время в глазах рябит однородного творчества. О, какая красивая цвета. На полу, стенах, полках, мебели. Всюду авторские работы с уникальным почерком. Каждая работа о чем-то мне говорит. Вот, кобрат, чего ты не продаешь. Я говорю, да это моя история, это моя жизнь. Как я буду продавать? Ну, это мое. Ответственная за скорость создания шедевра – настроение. Сложностей тут особо нету, когда я сама мастер. Мне это ничего не стоит. Вот нарисовать, я могу что-то задумала, а тут раз-два я села и вышиваю. Я ничего не зарисовываю, я нигде ничего не нахожу. Вот эти красочные костюмы народного фольклорного ансамбля «Живица» – тоже творения самобытной рукодельницы. В тандеме с музыкой – живая картинка. Браво, браво, морозы все! Когда-то в 90-м году у нашей женщины, у Антоновны, собрались так, ее мама, там они запели песни, а наш бывший руководитель Александр Ярош был. И вот он увидел, что так запели хорошо и говорит, давайте вот создадим он сам. За плечами коллектива свыше трех десятков лет гастролей с белорусской песни. Куда запросить, туда и ездим. Обрады робим. И веселье, и купалье, и хрезьбины. Садорная компания с лихвой погрузит в народный колорит. Я почула голосы, рожда стала волосы, В дереве выскочила, хлопка выскочила. А за черной на роте, в дерево сенься дели. Садорная компания с лихвой погрузит в народный колорит. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, очень, очень, очень. Вам понравилось, да? Очень понравилось. Хорошая, понравилась, приветливая, такая миленькая, хорошая такая. Ровно через неделю. Самое главное, что у меня обувь чистая, спокойная. Смотрите меня. Привет. Ну я могу тоже быть на вашей семье, тоже. Я очень спокойный, серьезно. Я устала. Ну сколько голову можно стирать? Вот так все красиво у нас здесь нарисовано и непонятно. Каждый из них вместимостью 265 метров кубических. А я все удивлюсь, где моя Маруся. А я все удивлюсь, где ж ты моя Маруся. А я все удивлюсь, где моя Маруся. А я все удивлюсь, где моя Маруся.